Я, честно говоря, впервые буду столь на серьезные темы дискутировать. Точнее, не дискутировать, а просто излагать собственную мысль. Наверное, так будет правильнее. Я думаю, что здесь идет не столько экономическая, сколько политическая игра. И нам предоставляют только маленькую часть того айсберга, который происходит между двумя нынче суверенными государствами. И Россия и Украина — это два больших государства, входивших некогда в состав единого государства Советского Союза. Под названием Советский Союз. Это для тех, кто будет нас смотреть и забыл или просто не знает о существовании такового государства. Кстати говоря, я родился в СССР, и этим горжусь. Мне очень нравится мое СССРное детство, когда с Украиной не было ни экономических проблем, ни конфетных, ни нефтяных, ни газовых. Было как-то все очень здорово. Мы ездили на Украину отдыхать. Хорошее море, добрые люди, масса фруктов. Кстати говоря, без всяческих нитратно-пестицидных. Но это была в основном восточная Украина. Что касается западной, я столкнулся чуть позже уже в гастрольной деятельности, но это не имеет отношения к теме вопроса. Что касается конфетной блокады, честно говоря, я ее не ощутил. В магазинах по-прежнему продаются конфеты из Украины. Конфеты из Украины, да простят меня украинцы. Конфеты из Украины продаются по-прежнему в магазинах. Может быть, это, конечно, остатки. Может быть. Но я думаю, что если конфеты хорошие делает украинская фабрика, то их возьмут и другие государства с радостью. Ну, например, Беларусь. Нет, в Беларуси хорошие конфеты. Нет, не возьмут. Ну, может быть, Зимбабве возьмет у Украины конфеты. Кстати, украинские конфеты не настолько плохие, насколько может показаться. Все говорят, что украинские конфеты это сало в шоколаде. Вовсе нет. Там есть разнообразие. Но, что касается украинских конфет, кстати говоря, совсем недавно мои друзья из группы Нэнси реально привезли конфеты фабрики Роше. Не потому что мы сегодня... Я не был готов к вашему вопросу, но они реально привезли. Что я отметил, как человек непьющий, в них очень много спиртного. Возможно, Анищенко заподозрил их таким образом в какой-то контрабанде спиртного в России. Потому что, если кто-то служил в армии, то понятно, как можно из конфет выделить спиртное. Примерно так же, как из гуталина, зубной пасты и прочих спиртосодержащих вкусностей. Наверное, мы не должны делать друг другу блокады. Я вообще за то, чтобы Украина с Россией дружили, обмельивались не только конфетами и девушками, но и нефтью, газом и всем, чем у них есть. Ну, то есть мы им, например, газ, они нам, например, пшеницу, конфеты. Мы им еще что-нибудь... Ну, в общем, можно придумывать. А то, что делит Путин с Януковичем, ну, давайте мы не будем в это лезть. Нас все равно туда до конца не пустят. А конфеты вкусные. В Роше вкусные конфеты. Это не реклама.